Добрый вечер! Эфир телеканала CBC продолжает специальный выпуск. Обсудим последние события вокруг армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. И сейчас в студии ко мне присоединилась Шафак Мехралиева, профессор университета Ада. Шафак Мехралиева, здравствуйте и спасибо, что нашли время присоединиться к нам сегодня. Добрый вечер, Настя. Интересно узнать в самом начале нашей беседы, какие чувства вы сейчас ощущаете после того, как вчера уже азербайджанская армия освободила и город Джабраил и сразу несколько прилегающих сел. То есть мы видим, как наша армия постепенно движется все дальше. Мы не захватываем, мы освобождаем наши исторические земли. Что вы чувствуете сейчас? Да, действительно, если я могла бы описать это одним предложением, это просто коктейль каких-то эмоций и чувств, учитывая то, что корни моей семьи сами из Карабаха, из Агдама, учитывая то, что я вообще и студент политических наук, и занимаюсь международной политикой долгие годы. И вообще как гражданка Азербайджана. Это очень смешанные чувства. Здесь есть и радость, и горечь за наши потери. Но, естественно, одно без сомнения то, что мы живем буквально в исторические времена для нашей родины. Мы пишем историю, мы пишем совершенно новую страницу. И в большинстве это эмоции радости и гордости за азербайджанский народ. Все, что мы предполагали за последние 30 лет, все эти теории, которые у нас были в голове, а что если, а когда наступит этот момент, все это сейчас превращается в правду перед нашими глазами. Мы видим, и в принципе мировое сообщество должно признать, что Азербайджан сделал все до последнего, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем. Практически 30 лет мы ждали. Мы надеялись на то, что на Армению будет либо оказано должное давление со стороны Минской группы ОБСЕ, международного сообщества, либо же правительство Армении и официального Еревана все-таки примет правильное решение и как минимум согласится на поэтапное освобождение оккупированных азербайджанских земель. К сожалению, мы этого не увидели. Как вы считаете, возможно, у вас есть свое мнение того, почему Армения решила начать эскалацию конфликта именно сейчас? Это, в принципе, и летом, июльские события. Она уже провоцировала на границе, на ту в узком направлении. Сейчас, 27 сентября, начался обстрел прифронтовых сел Азербайджана. При этом нацелено обстреливалось именно мирное население. Возможно, у вас есть своя теория, почему Ереван решил это сделать сейчас? Да, вы знаете, я, конечно, соглашусь, что вот это окно возможности, как говорится, которое азербайджанская сторона давала годами международной общении, не только армянской стороне, но и международной общении, и соприседателям оно иссякло. И то, что сегодня происходит, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, это напрямую связано просто с беспрофессиональностью в политическом плане руководства армянской стороны. Вы знаете, недавно я наткнулась на очень интересные социальные исследования, которые были опубликованы международным экономическим форумом, где говорилось об исследовании, которое изучило результаты, дату, сделало анализ даты 57 эпидемий, начиная от 14 века и заканчивая 18 годом испанским гриппом. И очень интересно было подмечено, что в 93% во время эпидемии и пандемии во всех обществах, которые подвергались такому кризису, обычно это заканчивалось какими-то протестами, какими-то революциями, какими-то совершенно кардинально измененными политическими процессами. И естественно, если кто-то изучал хоть немножечко историю, даже того же самого испанского гриппа, ни одно политическое руководство, которое имеет опыт в этом плане, не начало бы намеренно продолжать эти провокации, кидая, как говорится, камни в азербайджанскую сторону. Весь мир в этом году находился в состоянии пандемии, которая, кстати, еще не закончилась. Но одно то, что упустила армянская сторона и в отношении своего народа, кстати, и азербайджанской стороны, это то, что у всех нервы были просто на грани. И вот это исследование, о котором я упомянула, еще раз доказывает, что во время таких эпидемий и пандемий, когда люди так и так живут при тяжелых условиях, когда определенные их нормы жизни кардинально изменены, у них остается очень маленький запас взаимопонимания и терпения. И в данный момент, если бы политическое правительство Армении было бы намного мудрее, они бы смогли рассчитать это, что этот год, 2020 год, это совершенно не то время, когда надо не то, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону, но и вообще ничего кардинального, радикального в этом плане не принимать. К сожалению, это еще раз доказывает, что премьер-министр Армении совершенно, она не личность из той группы людей, которая должна сегодня управлять Арменией. Это человек, который оказался там по истечению обстоятельств. И уничтожил весь переговорный процесс. И уничтожил не только переговорный процесс, но и в этом плане будущее армянского народа. И сегодня то, что происходит, как и правильно подметил президент Алиев, каждый раз он подмечает это в своих выступлениях, вся ответственность лежит на армянской стороне. Опять же, возвращаясь к вашему вопросу, то, что армянская сторона, значит, уничтожает, пытается как можно больше нанести вреда населению, мирному населению Азербайджана, я думаю, это не оказалось ни для кого сюрпризом. За последние 30 лет мы осознали, что сторона, с которой мы враждуем, так сказать, это негуманная сторона. Недавно я читала, перечитывала, точнее, книгу, которая называется Blood and Oil in Orient. Это кровь и нефть на востоке, написанная великим Курбансаидом под его другим пеннейм Асадбей. И там он очень интересно описывал исторические события в Баку 1918 года и описывал, как армянская сторона подвергла, значит, уничтожила десятки тысяч азербайджанцев в Баку во время этих событий. И после этого появилась какая-то возможность, когда азербайджанцы могли то же самое сделать этническим армянам, проживающим в Баку. Очень историческая фраза, которая заключается в этой книге, гласит о том, что армяне, когда они подвергают уничтожению мирное население, они обычно издеваются над своими жертвами до того, как они их убьют. Когда это делает азербайджанская сторона, она никогда не издевается, никогда не зверски не обращается с мирным населением. Представьте, это книга, которая написана практически сто лет назад. И когда я читала страница за страницей эти описания, они мне очень напоминали witness accounts, то, что делились свидетели в начале 90-х годов на первой стадии конфликта, военной стадии конфликта. Это еще раз показывает то, что история повторяет себя, и мы должны быть готовы, и это никого не должно удивлять, что сегодня Армения обращается таким образом с мирным населением. Вы только что сказали, что буквально Азербайджан пишет историю. Сейчас мы живем в очень исторический момент, и мои коллеги только что передали мне очень радостную новость. Села Шихали-Аглы, Сары-Джалы, Мерзе-Джабраильского района и несколько стратегических высот разных направлений освобождены от армянской оккупации. Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поздравляем весь азербайджанский народ. Я поздравляю вас и себя, и весь азербайджанский народ. И я думаю, что эти новости победы, это не последняя новость. Мы будем еще долго получать их в течение нескольких дней. Я думаю, что это долго не будет продолжаться. Это еще раз показывает, что момент, как говорится, назрел. Этот исторический момент, он сейчас, и он не будет уже, нет, как говорится, обратного пути в этом направлении. В этот раз мы больше ждать не будем, потому что такого момента история трудно еще нам преподнесет. Мы ждали слишком долго, мы ждали практически 30 лет, и ждать еще 30 лет, пока международное сообщество опомнится и решит оказать давление на страну агрессора, мы не можем. Но при этом Азербайджан говорил и продолжает говорить о том, что мы готовы все приостановить с условием, если официальный Ереван представит график поэтапного вывода всех оккупационных сил с азербайджанских территорий. Пускай представит, когда, в какие сроки он выведет все войска, и, соответственно, этот конфликт может постепенно прекратиться. К сожалению, пока мы этого не видим, но в то же время уже сегодня стало известно, что армянские вооруженные силы отводятся назад в нескольких направлениях. Об этом заявили в официальных СМИ представители сепаратистского режима, так называемого формирования. Они уже говорят о том, что постепенно силы отводятся. То есть мы видим, что азербайджанская армия все более уверенно и уверенно продвигается вперед. Это, я думаю, отличная новость для всех. Это отличная новость. Настя, вы знаете, я уже очень долго освещаю вопрос армяно-азербайджанского конфликта и здесь, и за рубежом. И я хочу отметить, что, опять же, вот эти принципы, которые в течение долгих лет Азербайджан садился за стол переговоров и пытался с взаимопониманием отнестись ко всей ситуации и интересам всех сторон. Но, опять же, повторяю, что Азербайджан никогда не уступит ни сантиметра своей земли. И я думаю, что неправильный расчет не только армянской стороны, но и всех игроков в этом регионе и в этом процессе был то, что они так и не поняли, что вопрос Карабаха — это настолько важная составляющаяся часть азербайджанской национальной идентичности, что с этим вопросом не будет никогда никаких компромиссов. Независимо от того, какое политическое руководство в Азербайджане, независимо от того, какой год, вот сегодня Университет Ада начал следующую стадию тренингов для зарубежных дипломатов. И в этот раз мы преподаем дипломатам из африканских стран. Один из вопросов во время тренинга, который мне задала зарубежный дипломат, был то, что вы говорите, что Азербайджан — это мультикультуральное общество. Вы уверены в этом, это межкультуральное или мультикультуральное? Потому что сегодня терминология очень разная. Я привела пример именно с Карабаха. Посмотрите, за эти годы в списке шехидов и людей, героев, национальных героев, которые отдали свои жизни за Карабах, не только этнические азербайджанцы. Там есть представители всех этнических меньшинств, которые живут сегодня в Азербайджане. Многие из них, между прочим, награждены медалями и званиями. И это не те люди, которые корнями даже из Карабаха. Это еще раз показывает, что азербайджанцы сегодня, вообще концепт азербайджанизма, вот эта идеология, которая была основана национальным лидером Гейдар-Алеевым, она сегодня очень распознается не как принадлежность какой-то одной этническому корню. Это вопрос «citizenry», как говорится, гражданства. Сегодня мы все азербайджанцы. В эти дни, если вы следите за общественным дискурсом вообще во всей стране и за рубежом, вы видите, что даже самые явные критики азербайджанского правительства в этот момент все говорят одними и тем же словами, одними и тем же месседжами. Общество сплотилось, политические партии, диаспоры. И вчера, кстати, когда я слушала выступление президента, мне показалось, что его устами говорит 50-миллионный азербайджанский народ. Заметьте, не 10-миллионный, а 50-миллионный. По всему миру. Потому что если господин президент из-за его официального положения, из-за дипломатичности его тона, он не мог бы допускать эти фразы раньше. Но если бы вы спросили любого азербайджанца в течение этих 30 лет, наверное, мы бы говорили с армянской стороной именно этими фразами. Так что вчера, когда президент обратился к народу, действительно я почувствовала, что говорит сейчас азербайджанский народ. Все 50 миллионов, которые сплотились в один сильный голос и одним отпором мы будем идти вперед, пока мы не вернем все наши оккупированные земли. На месте официального Еревана сейчас было бы логично остановить свою дезинформацию, которую они вбрасывают в средства массовой информации. И все-таки подумать о том, что и население Армении, и население, которое сейчас проживает на горном Карабахе, на оккупированных азербайджанских территориях, для них самих было бы правильно получать достоверную информацию. Потому что мы не воюем с мирным населением. И разумеется, эти люди, которые живут там, мирные жители, они останутся на этих территориях только уже как составляющие и как граждане Азербайджанской республики. Что вы думаете про ту политику, которую, к сожалению, пока еще ведет официальный Ереван, отчасти зомбируя население? Потому что вот те победы, которые одерживает азербайджанская армия, они же порой преподносятся в совсем другом цвете для внутренней аудитории. В итоге люди просто не до конца понимают ситуацию. Вы знаете, это, наверное, самый последний инструмент в руках армянского правительства. То, что вводить свой народ в заблуждение. Ваш вопрос мне напомнил мою поездку в Джоджук-Мерджанлы в 2016 году, кстати, с группой международных студентов и преподавателей университета Ада. Я очень точно помню эту картину, когда особенно в темное время дня ночью у нас был шанс посмотреть на линию контакта. И мы увидели, какая огромная разница даже в освещении была на азербайджанской стороне и на армянской. Азербайджанская сторона Джоджук-Мерджанлы, все это было восполнено в очень маленький срок. Там были дома, школы, люди вернулись. Жизнь просто кипела. А другая сторона линии контакта, она была темной. И вот километры можно было увидеть, потому что мы смотрели на это с высокой точки. Километрами там была темнота, там было ни одного звука, ни одного света. И это, я думаю, что очень хорошо символизирует вообще не только сегодняшний день, но и будущее этих двух стран Южного Кавказа. Если Армения не откажется от этой политики, о которой вы говорите, они останутся со своим темным прошлым и очень тихим будущим. Потому что с Арменией на данный момент очень мало стран региона заинтересованы в реальном сотрудничестве. Спасибо большое, Шафаханум, за интересную беседу. Будем надеяться, что официальный Ереван будет делать правильные выводы и перестанет дезинформировать свое население. Благодарю еще раз вас и весь азербайджанский народ. Поздравляю с нашими новостями победы. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...